Тысячи пенсионеров в Хакасии ждал неприятный новогодний сюрприз. Пенсию за январь они получили не всю. Причем это коснулось самой нуждающейся категории, тех у кого доход ниже прожиточного минимума. Как выяснили наши корреспонденты, виной всему новый порядок выплаты региональной социальной доплаты. Продолжит Марина Конодакова. 2344,45 копеек сняли. Вообще в шоке. Ждала больше, а получила меньше. Шок Татьяну Погонышеву ждал 5 января, когда почтальон принес пенсию. Вместо 10 с лишним тысяч ей выдали всего 8. При том, что женщина рассчитывала на повышение в соответствии с ежегодной индексацией. Возмущению пенсионерки нет предела. Вот тут она угля взяла, говорю, 3000 за свет, около двух. Септик откачать 1000. И как на 2000 должны жить. Главное, конечно, что вы не знаете, почему так произошло. Никто вас не предупредил. Конечно, никто. Никто абсолютно. Возьми трубочку, пожалуйста. В первый рабочий день нового года телефон Министерства соцзащиты разрывается. Это звонят возмущенные пенсионеры, недополучившие свои деньги. Пострадали они из-за перехода на новый порядок выплаты региональной социальной доплаты. Право на нее имеют те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. И так как раньше показатели Федерации и региона были равны, всеми выплатами занимался пенсионный фонд. С этого месяца прожиточный минимум пенсионера Хакасии вырос и оказался выше федерального. Поэтому полномочия по установлению и выплате доплаты перешли на уровень субъекта. В связи с этим довольствие от государства люди теперь будут получать два раза в месяц. Сначала основную пенсию, потом региональную социальную доплату. В социальном ведомстве пока не могут сказать, какое конкретно это будет число. Но как только перечислят средства из Москвы, а именно федеральный бюджет финансирует данные расходы, доплата поступит на счета пенсионеров. Отдельно обращаться за ней не нужно. Если вы пенсию получаете на банковскую карту, региональная социальная доплата к вам придет на банковскую карту. Если вы получаете в почтовом отделении, вы получите эту доплату также в почтовом отделении. Согласно порядку, дата выплаты у нас установлена до 26 числа. Соответственно, до 26 числа каждого месяца региональная социальная доплата будет уже направлена гражданину. Нововведение коснулось около 22 тысяч человек. Это те, кто получает пенсию по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Причем в ряде случаев региональная социальная доплата составляет половину от общего довольствия. И можно лишь представить шок человека, который вместо 10 тысяч получил всего 5. Почему власти заранее не разъяснили тонкости перехода на новый порядок, что позволило бы старшему поколению избежать ненужного стресса и волнений? Вопрос открытый. Марина Конодакова, Сергей Казмин, Вести Хакасия.